Смотрите, у нас сегодня интересная тема будет. Вообще у нас сейчас идет тема «Жить в церкви». Это вообще такой цикл, интересный такой у нас идет. И я как бы хотел буквально сделать небольшое повторение того, что мы изучали в прошлый раз. Сейчас, секундочку. Техника. Что ж это такое? Сейчас. Все. Небольшим. Сейчас, друзья, секундочку. О, все. Поехало. Так. Небольшое повторение. Может быть, это единственное, что, может быть, Людочка, наверное, в прошлый раз она была. Она разная. Потому что, да, может быть, Людочка, ты бы могла бы. Я, конечно, дополню, потому что у меня есть. Что мы изучали в прошлый раз, а какие тезисы у нас были? Да, да. То есть, песни у нас были, да. То есть, какую музыку слушать, какую не слушать. Вот у нас об этом была речь. Вот. Может быть, какие-то тезисы. Тексты должны иметь наседательный характер и желание исполнить в поле пользу и иметь благодарное сердце. Вот. И текстовые проходили с эфесятного пятого семинара с пятого главного. Что делаете? Не убивайтесь в лимон, от которого на глава адреса, но исполняйтесь в лимон. И чем? Зазирая самих себя в салмахе, славословскими, приступения в духовку. А? Появилось в лимонях сердца ваших гостей. Благодаря вам всегда это все. Супер. Супер. Да. То есть, мы говорили о чем? Что музыка имеет колоссальную силу. То есть, она обладает потрясающей, созидающей, либо разрушительной силой. И многие люди, они такие, да, там может ничего, вот так для настроения послушать. И мы целый час говорили вообще, что либо это созидательный характер, либо это разрушительный характер. И апостол Павел призывает человека к чему? Исполняйтесь с этим духом. Потому что исполнение с этим духом, это вообще пища для нашей души. И вот музыка, это тот прекрасный инструмент, каким образом Павел предлагает. И вот буквально добавлю к тому, что Людочка сказала, абсолютно все правильно. Да, должна пробуждать в человеке возвышенные чувства, а не угнетающие, депрессивные. Потому что сейчас музыка, музыка, она же нейтральная сама по себе. Но нету христианской музыки или нехристианской музыки. Есть музыка, которая либо угнетает человека, либо она его пробуждает, или в нем пробуждает высокие чувства и так далее. То есть надо выбирать такую, которая не агрессивная, не угнетающая, не депрессивная, которая пробуждает высокие эмоции, возвышенные. Музыка не должна пробуждать похотливые чувства. Текст должен отражать истину. А вот текст может быть либо христианский, либо нехристианский. Потому что текст, это он несет с собой определенный, да, он несет с собой информацию. То есть либо она построена на истине, либо она построена на воздушке. То есть мое заблуждение. Тут надо очень осторожным быть, потому что текст именно он назидательный. Текст должен иметь назидательный характер, который побуждает человека исполнить Божью волю, иметь благодарное сердце и так далее. И таким образом Дух Святой человека наполняет. Вот у меня такой немножко был сегодня день, такой момент, такой унылья. Знаете, какие-то ситуации, так чувство, неважно, какие-то духовные нападки. И вот я пока готовил тему, я сел эту песню, меня прям аж внутри, ух, так-так, я прям воспряну, аж меня прям так она хорошо прокачала, как реально, духовно так. Да, да. 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 Я тоже использовала в практике, когда меня вот что-то закрывало, не замуж, если я начинала сразу петь, или просто говорила, слава Богу, слава Богу. Вот так, и мне, я чувствовала даже, я сказала по себе, что как-то мне все, слава Богу, а потом я как заметила, вот, меня решила, наверное, я была такая студентка, я так заметила, что так, по-самому такому блокирующему, вот, и я в теле не буду, в отпуске не сразу пела, но потом. Да, да, да. Ну, а потом, если равно, если будет. Да, кстати, вот Люда молодец, у нас вспомнилась прекрасная история, мы читали в Ветхом Завете, там, где на Саула нападал злой дух демонический, и когда Давид, божий поэт, который исполнен с этим духом, играл, написано, что злые духи от него отступали. То есть, очень важно, чтобы песня была духовная, она была наполнена божьим содержанием, и она, на самом деле, вот, влияет на духовный мир, да? То есть, мы тоже об этом немножко говорили, касались. Друзья, сегодня мы вообще, я бы хотел, знаете, о чем поговорить, это вообще тема очень интересная. Каким качеством, по словам Иисуса Христа, нужно обладать революции? Церквей в море. Вот, например, в Лондоне, я не знаю, я когда-то отделился, пять тысяч церквей. Пять тысяч в Лондоне церквей. Можете себе представить, вероятно, всего, это статистика говорит о зданиях, да, например, если есть здание, то есть церквей колоссальное количество, и иной раз вообще голову сломает, где правильные, где неправильные, где хорошие, где нехорошие. И вот, ну, вопрос такой, что должно объединять все церкви, в которых находится Господь, или которая наполнена Божьим присутствием? Что, какой момент должен объединять эти церкви? Ну, потому что есть разные церкви, там, по поддержанию, по литургии, там, и так далее, и тому подобное. Мы сегодня об этом не будем говорить. Вот, хотел вам сегодня предложить такую картинку, забавную картинку. Мы живем в мире подделок. И вот, к вашему вниманию, вся красота подделок. Мы, к красоте, один девиз, книга, книга, книга. Если кто не знал, что есть такая фирма, то китайские производители создавали и думали, новый бренд называется Кния. А вот, Адибас, это вообще, это можно, это классика, значит, жанр. Значит, этот, и, конечно, это Dio F. Gomez. Я вообще такого не встречал, но если кто-то думал, что есть такой бренд Dolce & Gabbana, то на самом деле, это Dio & Gabbana, это Dio & Gabbana. И вот, почему об этом я хотел бы говорить, потому что, на самом деле, ну, подделки, они везде, как бы, да? И как они есть в этом мире, где мы живем, они, конечно, зависит в таком мире, в таком мире, в таком мире. Какие еще нам известны подделки настоящих вещей? Вот, может, мне нужно поделиться, вот, тезисно, например, какие еще подделки мы встречали? Не обязательно брендовать, например, что-то в каком-то мире, вот, где мы живем. Какие еще встречаются подделки? Подделки телефонов, абсолютно верно. Да, техники. А еще? Вот, например, панасурт. Вы никогда не знали, что такое есть? Вот в Украине раньше, например, был панасоник, и сделали панасурт, например, вот такое. Вот. А когда-то что-то хорошее бывает, происходит, да, на пеналитии, да, пользуется, да. Не нравится? Не нравится? Не нравится? Конечно. Вы думаете, наверное, какие-то эспекции, но в чем-то похожие в Украине? Да. А, и... Ага. Нет. Не падает. О, что-то целое. Не падает. Машины, друзья, машины. Это китайские автопромы. Это вообще, что в Украине. Вот, ну, как. Интересно тоже такой вот, вот, Влад, я знаю, я имею дело с мебелью, тоже, вон, вообще, это вообще его часть, как бы, целая его деятельность профессиональной. Например, разница между шпоном и реальным деревом. В чем разница? Дерево, это клееное дерево. Да, скорее всего. Реально тяжелое, да, да. Я так говорю, девчонки, все трещено идет на самом деле. Да. И, естественно, если мы это не разбираем, что в судах, оно выглядит на дерево, и по факту, именно, что непосредственно, под, вот, 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 с теми элементами находятся. Ага. Да, да. Да, да. Так выяснились. Да, здесь. Конечно, на самом деле все, но, например, здесь, как бы, в Англии, во всем, не во всем нравятся, два дедаева, но платить за это не просто решение, потому что, когда люди думают, сколько это стоит, там просто волосы приют. А непосредственно за нас, которые привыкли жить, как мы жили дома, и этого решения там просто, ну, просто, сколько хочешь. Ну, это, конечно. Ты просто не понимаешь, как это может быть, не на твоей голове. Так что, ну, вот, когда ты начинаешь понимать, ну, каким-то, что и что, то ты уже начинаешь понимать, что на меньшее я не согласен. Но, я же не знаю, как бы, ты не можешь сделать правильный. Да, например, такие подделки есть, это меж, например, натуральный, и козь, и кожа. А потом, например, алюминий и пластик под алюминий. Особенно в машинах, где подешевле, типа, как у тебя алюминий, а если с этого на тактильность, то вот. И вот подделок очень много. Также есть подделки, например, подделка дружбы. Что, вроде бы дружба, а это там не дружба, это выгода, да? Улыбка, поддельная улыбка, да, лицемерие. Да. Потом, например, поддельная любовь. Что это, на самом деле, вот мы там, типа, любовь, инстаграм, такие обнимашки, от дома, поддельная улыбка. Не показывайте, как вы делаете. Да, 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 да. Это так. В общем, друзья, мир подделок, это реальность. То есть, есть вещи настоящие, есть вещи поддельные, и это правда. По каким признакам можно узнать крестьян или цехрестьянскую церковь? Вот как мы можем определить? Лон, Мин, это церковь, церковь. Какие, как обычно люди узнают вот эти, ну, вот, разницы? Я угрозу, есть лицей, и просто поздравляют, как они идут. Добрый взгляд у меня. Не чувствуется, особенно, когда человек хочет кому-то сказать о голове, или просто идет и помогает, умывается, и все просто. Ну, конечно, крестьян еще у нас с тобой добрые дела, и рассказывания о Боге. Потому что, можно сказать, что человек хороший, да, просто. С таким я тоже встречал. Концептовалось бы это христианин, но нет, Богом даже не пахнет, а может, как хороший человек. Что же, что он упал в одном. Да, да, да. Хорошая взглядка, так как, прям, Божий взгляд. Это, Людочка, хорошая такая мысль сказала. Я вспомнил, как однажды мне позвонили в дверь, но раньше мы жили в квартире, тут, чтобы нам пробраться в квартиру, надо было в какие-то мафоны. И на домофоне ты многие отсекаешь, потому что они даже туда не идут. Тут у нас открывает дверь. И, значит, открывает дверь, и стоит такой, какой-то, я не знаю, или он продает что-то, продает какой-то. И он такой добрый, он так, как о тебе заботится. Все, кто ехал, он переживает за тебя. Хотя на самом деле человеку надо просто продать товар. То есть, все так расположено. Вот, это тоже такой момент, что тоже есть такой, ну, как бы своего рода такой чуть-чуть фейк в плане расположения. Вроде бы, ты ему нужен, но на самом деле ему просто надо тебе товар продать. Вот, оно хорошо. Или кастомер-сервис, да, там приезжаешь, например, куда-то там, какой-то, заходишь, тебе такая улыбка, вот эта, вот эта, очень любит, помочь, там, что тебе там, кофейок надо. Да, но это, да, ну, зачем у нас тут бывает еще? Друзья, но есть еще тоже признаки, по которым можем различать. Вот крестьян, например, крестик на шее, ну, кто-то, например, для него это какой-то знак. А, если крестик на шее, значит, там, наверное, крестьян нет. Купова. 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 Это здесь, соответственно. Он влияет на верующие. Истина. Как он, авторитет на верующие. Например, для кого-то показатели являются, что человек должен наносить крестное знамение. О, если сейчас наносят крестное знамение, ну, сто процентов, наверное, крестьян нет, да? А есть еще какие-то вот вещи, как мы можем, наверное, крестьян нет. Да, Иван, пожалуйста. Да, я об этом говорила, она молодец. Она как раз сказала, что человек, который очень, ну, хочет говорить о Боге, она как раз молодец. на это. Ну, потому что можно делать много хороших сил, но, с другой стороны, я как крестьянин, я говорю, ну, то, что мне ценно, да, то, что я сам верю, то, что, ну, это нормально. Поэтому, да, так что, да, вот и Людочка молодец. И вот тоже многие люди говорят, вот я ходил в церковь, потому я христианин. Может, он опасен. Или он ходит в церковь, поэтому, наверное, христианин. Так вот, сегодня мы как раз немножко об этом почитали в Библии, что именно Христос предлагает вообще и о чем он говорит на эту тему. Смотрите, перед тем, как мы прочитаем текст, текст очень интересный, очень глубокий, большой. Хотел сказать одну вещь. Мы сейчас потихонечку приближаемся к одной теме, к которой я бы очень хотел, чтобы они размышляли вообще на тему как благовестовать людям о Боге. Меня эта тема когда очень, очень сильно интересовала. Я бы хотел, и я даже спрашивал тогда, расскажите, как мне благовестовать? Следующий, а вот, как говорить о Боге, вот практически, но я верю так, без вот этого вопроса эффективно говорить людям о Боге не положено. Вот это как бы своего рода как основа вообще. То есть, если я не делаю вот это, и я людям говорю о Боге, то в результате еще один рекламодатель. Поэтому вот эта тема, я вообще считаю, это как бы основа. Это мы закладываем основу, вообще, как эффективно вообще даже говорить о Боге благоестной. Давайте прочитаем место из Библии. Оно записано в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 1 по 18 стих, из 34-35 стих. Друзья, кто мог бы прочитать? Иоанна, 13 глава, 1 по 18 стих. Это у меня современный перевод. Иоанна, мои желания, ну, кто-то хотел бы на Синейдале, тогда, пожалуйста, можно на Синейдале прочитать. Да, пожалуйста, Влад. Продолжение следует... Взял полотенце и припаяс на столе, потом взял в одну воду и начал по одной медицине и оттирать полотенце, которое было. Подходит Симон, и друг, 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 Иисус сказал ему, что я делал эти детей и скажешь, первых его было. Петр говорит ему, не умоешь много моих поведех, Иисус отвечает ему, если не умой тебе не имеешь участия а вы там нужно быть и вычисли и познал до 17 до 17 пожалуйста 34-35 То есть история, она многим из нас известна, но тут есть несколько таких интересных моментов. Вот я бы хотел сейчас показать мультик, именно в котором раскрывается вообще вот это понятие любовь. Я специально пошел ради интереса, посмотрел греческий подстрочный, везде, где указывается слово любовь, здесь стоит слово Агапа. Это жертвенная Божья любовь. Это не просто любовь к жене, к мужу, к маме, или маме, к ребенку, или дружеская Филио, мы такие друзья. То есть тут конкретно идет, это любовь самопожертвовать. Сейчас включаю мультик, пять минуток, он немножко нам раскроет идею любви, и мы потом перейдем к тексту и поразвышаем. Если вы слышали об Иисусе, то, вероятно, знаете об одном из его знаменитых наставлений, которые называют «золотым правилом». Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами. По сути, эти слова перефразируют другое его изречение, о том, что смысл жизни заключается в любви к Богу и своему ближнему, как к самому себе. Что же, это действительно красивые слова, но что именно он подразумевает под словом «любите»? Значение этого слова в русской речи достаточно размыто, потому что вы можете любить свою маму и можете любить пиццу, и если слово «любовь» означает одно и то же в обоих случаях, вашей маме вряд ли будет приятно узнать об этом. Но что же Иисус имел в виду, говоря на своем языке? Во-первых, фраза «любите своего ближнего» является цитатой из еврейского писания, где слово «любить» произносится как «ахава». Однако Иисус разговаривал и обращался к своим ученикам на родственном древнееврейскому арамейском языке, в котором для обозначения любви использовалось слово «рахма». Ну, а позднее, когда последователи Иисуса распространяли его учения по всему миру, они перевели это понятие на греческий язык, используя слово «агапе». И вот что самое интересное. Первые последователи Иисуса, написавшие книги Нового Завета на греческом, вряд ли узнали значение слова «агапе» из древних словарей. Скорее всего, они исследовали учения Христа и историю его жизни, и в итоге пересмотрели свое понимание любви. Например, однажды Иисуса спросили о том, какую заповедь в еврейском писании он считает самой важной. И сначала он процитировал древнюю молитву Исторы, называемую «Шума» «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». То есть самое главное – любить Бога. Но затем Иисус быстро продолжил, вспомнив другую заповедь Исторы, которая также была очень важной – «Возлюби своего ближнего, как самого себя». Так что же важнее – любовь к Богу или любовь к ближнему? Ответ Иисуса – «Да». Если вы задаете этот вопрос, значит, пока что не поняли его мысль. Для Иисуса это две стороны одной медали. Ваша любовь к Богу будет проявляться через вашу любовь к людям, и наоборот, они неразделимы. Это ясно показывает, что для Иисуса любовь Агапе не является в первую очередь чувством, которое вы испытываете к кому-либо, и которое можно описать фразой «Я влюбился». Для Иисуса любовь – это действие, это выбор, который вы делаете не ради себя, а ради блага других людей. Далее он уточняет, что подлинная любовь к Богу и ближним означает помощь, которая не ждет чего-либо взамен. Особенно это касается людей, находящихся в трудном положении, ведь они не смогут отплатить вам, даже если захотят. По словам Иисуса, такая великодушная любовь отражает само биение Божьего сердца. Но и это еще не все. Иисус сказал, что наивысшим проявлением подлинной любви является то, насколько хорошо вы обращаетесь с человеком, который вам не нравится. По его словам, вы должны любить своего врага и делать ему добро, не ожидая ничего взамен. Для Иисуса подобная любовь, обращенная к врагу, воплощает в себе характер самого Бога. Впрочем, мы бы вряд ли говорили об этом, если бы фраза Христа «любите своих врагов» осталась только словами. Однако именно так он и жил. Иисус все время помогал и служил окружающим его людям очень практичным и осязаемым образом. Он постоянно стремился быть рядом с бедными и страдающими людьми, которые ничего не могли дать ему взамен. Он демонстрировал любовь к отвергнутым и тем, кого обычно игнорировали. А когда Иисус в конце концов отправился в Иерусалим, то противостал лидерам своего народа, обвинив их в лицемерии и коррупции. Но вместо того, чтобы атаковать и не спровергнуть своих оппонентов, он позволил им убить себя. Иисус умер за эгоизм и беззаконие своих врагов, потому что любил их. После пасхального утра Иисус, а затем и его последователи, заявили, что именно таким образом его жизнь, смерть и воскресение явили миру силу Божьей любви. Как сказал апостол Павел, «Бог свою агапы к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Или, по словам апостола Иоанна, «Божия агапы к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Это естественным образом приводит Иоанна к выводу. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Поэтому христианская вера строится на убежденности, что в центре всего сущего пребывает личность, переполненная любовью к своему миру. А это значит, что цель человеческого существования принимать эту любовь, дарованную нам в Иисусе, а затем передавать ее другим, создавая таким образом целую экосистему бескорыстной любви, сфокусированной на окружающих. И именно так Новый Завет описывает нам любовь агапы. Интересно? Можно закрывать тему? Друзья, тема на самом деле очень интересная тем, что если вы обратили внимание в этом ролике, делся в основном упор на кого? На том, чтобы следить людям, на которые она подскажает, в основном не верующих. Но теперь смотрите. Здесь в этом секте, вот интересный момент, 34-35 стих, о чем говорит Иисус? Это очень важный момент. Почему? Потому что я понимаю так, как это работает. Сначала мы, как дети Божьи, которые познали Бога, мы должны, так как источник любви это Бог, мы наполняемся этой любовью, служа друг другу, мы все вместе потом идем служить этому миру. Я понимаю, как это работает. Смотрите, как происходит на практике часто. Бывает, приходит в церковь, а там народ что-то ссорится, что-то выясняет какие-то отношения. Люди со стороны смотрящие, с улицы скажут, «Ой, слушай, я наше садельный ходок вообще». Они с собой там разобраться не могут, или там, пишите все, какие-то разборки там, а вы вот там, а вы вот такие, а вы справа на лево креетитесь, а мы с лево направо. Вот такой вот, из этого мысли, как делал Христос. Перед тем, как передать вот эту эстафету благое действие ученикам, он говорит, «Ребята, первое, что вы должны сделать, это любить друга». У них же с собой были трения, там, отношения, кстати, учеников, несколько раз о том говорили, то они там, «Господи, а кто из нас самые умные там?» «А кто вот сядет поближе к трону поближе?» Ну, вот такие были трения. И Христос говорит, «Ребята, начните любить друг друга, служите друг другу». То есть, смотрите, вот закладывается основа, смотрите, вот по вот этой истории, что мы узнаем вообще о Христе? Вот источник Христос, что для нас вот интересно, как он себя здесь в этой истории повел? Да. Ну, по-другому показал, потому что в первом области, как мы сядет поближе к трону, когда был опадан, и по сути, в которой он показал, насколько он был, что он был в этой истории, что он был готовом обраде, на тот факт, И тебе в этом итоге, а в этом году, и здесь именно, вот здесь вот очень глубокий смысл. И вот, я думаю, частенько результировать и в своей жизни, и в связи с клиентами, жертвовать им радость. Потому что ты можешь, ты можешь, ну, получить все. Ты должен, как бы, где-то пойти на него, на контроле, и вообще продолжать, для того, чтобы как-то, это такая повсеместная практика. И если ты не понимаешь вот этот принцип, ну, внутри из тебя, в твоем сердце постоянно такой вулкан эмоций. Исправедливость. Я так не хочу, я так не буду. Ну, это все, ну, такая эмоциональная пена. Потому что, ну, как устроена эта жизнь? Да. Если ты это поймишь, то проще. Просто проще. Это раз. В такой момент, вот то, что ты получил, вот сейчас, на мой взгляд, это время. Я думаю, что, когда ты меня размышляешь на эту тему, ты начинаешь понимать, что, как нужно реагировать, когда нас кто-то размышляет. Давайте. Давайте, давайте. Это ж как курящий парень. Какой я делал. Все таки. Все таки. И вот, ну, здесь можно так, как надо знать, в причине того, что, ну, не, как бы правильно сказать, не протокать вот этому беспределу, который ты можешь быть, ну, свидетелем, которого ты можешь быть. Но в то же самое время не быть, как бы правильно сказать, не быть таким вот, как бы, ну, что называется, критиком, а так жестко отторгать. И вот как это найти, как бы, вроде бы, дать понять, что ты его принимаешь за то, как он есть, но в то же же самое время и даешь ему понять, что в твоем Нежелательно делать то, к чему он приводит. Ну, да. Ну, вот так это вот. А как это? А вот, вот здесь, конечно, мы не используем. У каждого пациента здесь есть сложность типа. Вот надо сделать так, так и так. Да, да. Конечно. Потому что, частенько бывает, люди же, когда, скажем так, когда они себя так любят на этот факт, они подсознательно, наверное, они понимают этот факт. Да, да. Они же ожидают, они же знают наперед, какая будет реакция. То есть, в принципе, все на них так любят. Да, да. И думают, что очень частенько покупают, а что ты на меня не везешь? Я вот тебя раздражаю, а ты, короче, не везешь. Да, есть такие, кто вообще целенаправленно, они провоцируют. Это правда. Да, да. Я сейчас, блин, конфликт, драка, а вот это все. Да, да. Да, да. Да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да, да. 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 Спасибо большое, Влад. Отличный. Отличный комментарий. Смотрите, эта вся история, которая происходит, она происходит в комнате. Да? Тут все 12 человек. Это все ученики Христа. То есть, левых, как говорится, там не было. Все свои, да? И можно сказать, не, ну, конечно, это... Да. Может, было бы кто-то, ну, то понятно, ну, все свои линии, там, что там с тазиком подвязаться там взяли, там, ножки помыть. Ага. А то там, ну, конечно, сидит один человечек, и он знает, что он его уже, да, у него уже не в сердце было желание его предать. Представляете, так ножки моем, моем бунтом до иуда доходим в тазик. Сколько так принесли? Не, и тоже Христос ему. То есть, тут такой момент, что, вообще, вот это вот, 34-35 стих, это реально новая заповедь. Такой заповеди в Ветхом Завете вообще нет. То есть, вот представьте, есть в Ветхом Завете сколько заповедей? Да, там все на справедливости, да, построено. Сколько заповедей в Ветхом Завете? Кто помнит? 613. Ну, 613 заповедей, да. А 10 заповедей это основные. Это неумение, укроти и так далее. Христос говорит, ребята, вот этим всем заповедям я вам долгую заповедь. Какой новой заповедь? У нас так же 613. Может, хватит? Вот вам еще новое. Любичка Друг Духа. Как бы они входят туда. Да. Но вот это, смотрите, вот 34-й стих, он говорит, новую заповедь даю вам. Довую. Ее не было вообще никогда. Нет, то понятно, что в народе драусском, ну, как бы, знаете, мы там, пум, слад, брат, мы друг другу помогали, да. Но он говорит, ребята, я вам, ученикам даю заповедь, заповедь, любите друг друга. Ну, заповедь это как повеление, понимаете. То есть это не просто выбор, ну, мужчины любить друг друга, мужчины любить друг друга. Как у вас получается? Нет, он говорит, я поделиваю вам. То есть это заповедь. У нас есть какой-то безведущий. У нас есть православные безведущие, это те, кто ходит в вот такие подставки. Ну, я вообще ничего не знаю. Просто знала, что вот мне, как-то мои просто верующие, что подсказывать. Ну, что я замечала, у меня так властник был, как-то я потом узнала, что он хотел, как-то, и как-то, и не узнала, что он тоже там, как-то, как-то, вот, в Калифорнике. Тоже верующий. Да. Покаянный. 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 Ну, короче, я когда-то видела, ехала в автобус, тоже видела, что там как-то дом строился, там этого парня я видел. Что я заметила, просто вот этот дом, потом дальше. И как-то наблюдала. Мне так было вдало. На сердце, что я наблюдала за вот этими верующими паками, потому что я ничего о них не знала. Это же интересно. Да. И как-то то, что я больше всего видела, сколько я вот этих какого рода человек видела, все как-то умываются, все как-то счастливые. И я видела, что я как-то, ну, кокаянный людей, там, взял какой-то книж, там, дома, у соседа, там, много классов, как-то, да. Покаянный. 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 Откуда он с тобой? Да они же помогают себя друг другу. Я скажу, ну, я не хочу так. Ну, нет, у нас у тебя. Нет, конечно, конечно. Конечно, конечно. Да, да, да. Я так сильно сердце, как-то не так просто хочу. Как-то вы все такие люди, кто друг другу помогает. И вот это то, что мы сейчас проходим. Когда вы мне любите себя, друг друга делаем. Конечно. Помогать там, там, там. Это люди видят, на самом деле. Нам кажется, что это не видно. Но реально. Мы забываем, что это не видно. И оно, вот, абсолютно Людочка права. Как хорошие вещи замечаются, так и плохие вещи. Вот. И интересно, я сегодня, ко мне сегодня пришел через пункт запроса. Его прислал мой товарищ со школы. А школа я закончилась в 93-м году. Сколько уже лет прошло? Почти 30-м. 93-м году. Какое-то было. И приходит мне запрос. Я ему не мешал. У меня еще в сознании такой мальчик. Да, он такой напротив школы жив. Тут сидит такой парень, значит, на фотке с сигаретой. Я, честно, думал, что он уже умер. Потому что я еще когда в школе учился, пошел вслух, что он начал потреблять наркотики. Ну, внутривенные. Я думаю, ну, все, парня уже, наверное, нет. Сейчас приходит мне запрос. Думаю, ну, ради интереса пойду по друзьям, кто у него друзья. А я пытался когда-то найти контакты со школой. Я несколько ребят нашел, которых я учился в школе. Я смотрю, у него друзья 80 человек. И я такая у меня мысль, стоп, откуда у меня там тысяча людей набралось вообще? А потом я думаю, ну, конечно, откуда. Потому что я много знаю ребят, крестьян. И вот так они именно собирались. А вот так в основном люди живут. Они каким-то своим. Ну, если ты не описанный деятель, там, звезда инстаграма, то в основном вот такие небольшие группы, там, 100 человек. Ну, просто вот так. Кто со школой, кто с третьей командой. И вот люди, кто именно церковный народ. Вот сейчас ты смотришь, абсолютно обычный человек, он работает на обычной работе, у него может быть 500 человек на фейсбуке, там, откуда. Именно через то, что в церкви очень активная жизнь. Очень много общается, много людей. Вот, Люда, то, что ты сказала, это 100%. Да, да, да. А я считаю, что, ну, может быть, немножко тема, я помню, что как-то, реально, церковь жизни, но это не свои вещи. И это уже важно, если бы сказать, что если бы не когда-то был взаимодействующий, какая-то другая родина, я бы не знал, насколько просто люди, и люди настолько отличные. Я думаю, можем. Как бы, а что, за счет этих вопросов? Это же, может, на свою правду. Да, да. Мало бы, если у людей есть хорошие отношения в кругу семьи, и стыдировался. Конечно, конечно, да, да, да. А когда ты понимаешь вот такую реальность, которая есть, она как бы не сильно материрует, в принципе. Ну да. Конечно. Да. Да. И, естественно, ты понимаешь, почему сейчас. Потому что, ты не будешь в будущем. Да. Как бы, чемодан без лучей. Да. Выкинуть жарко, а держать без жарко. Да. Да. Чувствую делать. Да. И, естественно, как бы, вот, ты видишь, как ты говоришь, что он там оправился. Другой вопрос. Но я, на самом деле, он работает на стройку, да. Я знаю, как можно прийти на стройку, там программ пришел, так сказать, крепкого слова дал. Ну, так аж вся стройка защитилась. Но когда ты имеешь людей, к которым, как бы, ты вроде понимаешь, что нету таких программ, а работа, она такая же тяжелая, как и есть. Люди сейчас улыбаются и делают. Отлично. Понимаешь? Больше, больше всех. А они просто радуются. И, короче, там. И, по-самой, помидоры, в общем, виду. Понимаешь? И ты понимаешь, что это будет с разным подходом, с разной атмосферой. И это, по-самой. Да, да. И это, по-самой, вроде бы, тяжело. Радуются, еще так поют. И это не так. Да, да. Это не так. Я, кстати, еще, что-то, когда Влад говорила, что получается, что обынчено, да, мало вот таких ситуаций, когда люди растут счастливые. Да, 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 да. И всегда есть поддержка. Это редкость. И всегда кто-то что-то ищет поддержку. И я вот прям чувствовала, как тот допускает, что вот мир, он такой грустный, такой тяжелый, а церковь должна быть на тебя наоборот. Огонечек такой, да? Должен быть. Да, да, да. Да, да. Да. Я, кстати, Людочка, забегу наперед, немножко открою вам память. Знаете, вы как свидетели. Вот я хотел следующую тему на следующей неделе вообще говорить «Вы свет миру». Вообще на тему «Вы свет миру». Да. То есть вообще то, о чем Люда говорит, вот именно какая на нас лежит роль от Бога, порученная. То есть сейчас о чем мы говорим, какие у нас должны выстраиваться отношения друг с другом. То есть и как это влияет на людей, которые нас окружают, которые нам не наблюдают на самом деле. А потом мы поговорим, какую роль мы играем для людей, которые нас как раз и окружают. И вот немножко возвращаясь к тексту, смотрите, что написано. «Вы понимаете, что я сделал для вас?» Это в современном периоде говорится. Кстати, Христос, мыть все ноги. Ну а если вы что слышали или не слышали, я вам скажу, что вообще в Палестине были пыльные дороги, ноги часто грязные. И в домах, например, были специальные слуги, которые с тазиком мыли ноги. Но это такая низкая работа. Ну ты такой важный гость приходит, садишься, и тазиком мыли ноги. Что делает Христос? Он говорит, перед тем, как уйти, говорит, он полюбил своих находящихся в мире, полюбил их до конца. То есть что сделал Христос? Он себя добровольно уничижил до состояния слуги. Он надел полотенце, садик. И Петра просто это порвало. И вот он был никто вообще к этому. Как это? У меня учитель, уважаемый человек. В итоге, который... Господь, понимаете? Он говорит, нет. Ты не спеши. Все нормально. Так вы можете. В дальнейшем итоге, он говорит, так. Вы вот что-то могли бы сделать? Нет, Господи, не совсем. Не совсем вы догнали, что произошло. Он говорит, ребята, вы... Я это сделал для того, чтобы подать вам прийти. Говорит, если я, Господь и Учитель это сделал для вас, тем более мы должны друг другу это делать. Вообще, о чем сейчас идет разговор? Идет этот разговор о том, что Христос оставил потрясающий пример, как мы должны служить друг другу. Я понимаю, часто бывает очень сложно. Немножко надо со своим эго бороться. Вы знаете, как... Очень сильно. Да, потому что мы провыкли. Мы просто выросли в обществе, где благовзят. То есть я беру. Пока дают. И беру много, да. А тут надо отдать. Отдать что? Отдать руку. Отдать какое-то... Может, финансы. Может, какие-то преференции. То есть... Ну, оно иногда... Ну, типа... А что я там, как говорят? Он и Грифлина смогу держать. А что? Рыжий? Возниматься. Что? Я самограгиваться. И вот тут как раз... Вот тут наступает момент... Я думаю, тут есть определенный вид. Вот в этом тексте. Что дает силу мне это сделать? Вот хотя, на самом деле, часто силы... Ну, я могу понимать, что да, я должен служить брату сестре. Во Христе, да, я должен где-то немножко себя отступить назад. И сделать что-то. Где найти вот эту силу? Где это... Ведь это же надо делать, правильно? Где это найти? Да, Влад. Ну, уже кто-то в диалоге, я очень надеюсь. Что-то... 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 Ага. В чем разница? Будь с другой, будь с другой. Ага. Это, по сути, твой... Ну, как бы... Это твоя... Твоя позиция. Ты ничего не можешь сделать. Выбор без вывода. Да. А с другом, это уличный вывод. Ага. Когда ты... Ты вот понимаешь, что я буду служить. И я это буду делать на лучшем образом. Хотя тебя этого вообще никто не ждет. В том, что ты это делаешь, ничего не требует взамен. Ага. И вот... И вот здесь такое вот... Ну, вообще, такая мега выходачность происходит. Потому что, когда ты делаешь... Что-то момент выбора. Интересно. И это такое вот... Ну, вот это просто... Ну, как бы... Просто слушать... Ну, просто. Почему? Потому что я выбор. Ага. И, естественно, когда мы говорим... А, слушайте. Это непросто. Это непросто. Часто. Вся твоя внутренность... Она просто говорит... Конечно. Конечно. Она просто... Она тебе подружает, не будет. Она тебе подружает. Не будет. А почему ты еще... Чему без применения... Вот это... А ты знаешь, что... А ты все забирать-то будешь. А теперь, ты что-то делаешь, делаешь, делаешь... Да, да, да. Там типа, а ты что-то... Я что, 20 минуту должен быть? Ты никому ничего не должен. Но самое отличное, что когда ты... Не то, что тебе... Вот когда тебе сказали, уже поздно. А вот когда ты уже сам... Сказал, я это сделаю. И ты сделала не просто на... Лишь бы только... Ну, на 2 месяца. Здесь вот это мощно. И я знаю, что я в своей жизни так практикую. Ага. И ты понимаешь, что впоследствии... Ну, ты видишь, между срочек я не почитаю, что... Глаза клады, кто-то умеет эти... Да, 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 да. А впоследствии... Ты бы ничего не потерял. Да. То есть, он тебе будет неплохо. Да, да, да. Но это на то, насколько внутреннее. Конечно, конечно. Когда ты этот сайт не поймаешь... Тебе всегда кажутся, что тебе... Я, ну, что? Как, что ли, много лета? Да. Вы что бы это никогда не знали? Смотрите. То есть, какой можно сделать вывод? Вот, например, где силы найти служить друг другу, да? Первое, я думаю, это... Тезисно еще раз, Влад, ты говорил. Да, да. Причем силу, да. Да, да. То есть, ты делаешь добровольное решение. Я понимаю. Решение это сделать. Я уменьшаю себя. Я уменьшаю себя. Да. Хотя меня ничего не заставляют делать. То есть, это мое добровольное решение. Отлично. Второй момент. Что еще дает мне силу сделать это? Во-первых. Можно из текста. Можно, да. Ага. Ну, то, что мне. Да. Потому что я понимаю, что я живу сама себя для днижу. Ага. Если я ничего не делаю для других, а живу сама для себя, то, значит, я не больше детей. Все. Все просто для меня. И когда я пишу на днику, всегда надо что-то отчитать. Угу. Отлично. И я напоминаю, что вам это не помню. Отлично. Да. То есть, получается, ну, это как бы, если так немножко поумничать, это как самоидентификация, да. То есть, я, как божье дитя, делаю то, что, ну, должны делать божье дитя. Да. Вот мы, как мы, да, там читали, да. Может быть, и вам что-то хотел сказать. Еще вот второй тест, третий тест. Не найти силу. Ага. Ага. Ближнего. Ближнего. Да. И, ну, рассказывайте. На самом деле, это важно. И все мы, на самом деле, проходим. Но, вы знаете, я благодарен, что чуть-чуть провел, и не тяжело что-то помогать сделать. Почему? Потому что, вижу любовь Божью ко мне, и из любви в Богу, и из любви в Богу. И не тяжело смеяться во всем. И не тяжело. А даже в момент, ребята, взяли с краю масты. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Третий момент. Любовь к Богу дает силу любви ближнего. Да? Да? Смотрите. Еще большой такой момент. Сильный такой. Меня очень сильно подстегивает слово заповедь. Заповедь, это такое словечко. Ну, для нас, да. Оно часто нам... Ну, уже заповедь такая заповедь. Это... Что такое заповедь? Заповедь, это... Это... Обязательство. Ну, например, там... Ну, при любодействии, это заповедь. Вопрос такой, что заповедь, это... Ну, по сути, как бы, есть такое понятие. Вот мне нравится... Сейчас мне это приходит на память, называется простое послушание. То есть я должен проявить послушание Богу. Господи, я понимаю, что мне сейчас сложно принять этого человека. Потому что мы не всех людей принимаем, это правда. А есть люди, которые нам импонируют. Есть люди, которые нам симпатизируют. Да. Люди, которым, ну, не совсем они вам нравятся. Но я понимаю, что я должен проявить это любовь к человеку. Потому что это заповедь. Это я должен послушаться Бога. И тут сразу включается такой момент. Господи, я не могу дать мне любовь к этому человеку. То есть момент того, что даже если нас... Я понимаю внутренне, что Господь меня побуждает проявить ему любовь. А внутри силы нет, у меня есть возможность воззвать Бог и сказать, Господи, напомни мне сердце любовью. И вот у меня нету, я не воспринимаю этого человека. Да, нету любовь к этому человеку, да. Потому что разные ситуации бывают в жизни, да. То есть само слово заповедь в нас пробуждает понятие послушание Божьему Слову. То есть мы должны это делать, что мы должны быть послушны Богу. Вот. И еще, смотрите, очень сильный ключ к любви. Написано, любите любовью Агапы друг друга. Что это значит? Это значит так. Когда я тут нахожусь, я говорю, ну как же. Я что, понимаешь, Боже, служите. Тут должны... Не, не, Сергей. Друг другу. Ты должен любить братья и сестер. Братья и сестры должны любить тебя. То есть, смотрите, как Христос поставил. Он не поставил никого в высшего положения. Он не сказал, ну конечно, я же Господь, я же Спаситель. Давайте, служите, мойте мне ноги. Не, не, не. Я тоже готов взять тазик и с тазиком пробежаться, да. Но вместе с тем, что ожидал Христос, тут же схватит тазик и побоет кресту ноги, да. То есть не так, что, ну ты же Христос, давай, мы эти ноги, вы что-то важные такие. То есть в церкви что сделал Христос? Он, по сути, где-то уравнял. Он уравнял эти преференции. То есть каждый человек должен чувствовать, что он обязан любить другого. Каждый. То есть нет того, что, а, вы же должны меня любить. Или, ну конечно, мы должны его любить. Он же такой важный человек, понимаете? То есть нет, церкви такого нет. Он говорит, любите друг друга. То есть даже... В общем, просто оказывается. Ну, я как по мне, я вот слышал этот обязан, но он важен. Ага. Это не просто оказывается, что важно. Я так, я слышал, где-то тебе. Конечно. Тоже нормально. И принимать тоже. Ну да. Конечно. Конечно. Да, да. Отлично. Да, Влад, пожалуйста. Вот что такое? Божественно, я так. А что, это описание системы, оно сбалансировано. Конечно. А, да. Я так. Я так. Вот, видишь, ты должен делать, а вторым не слышишь, а вот ты должен делать баланс. Конечно. Это раз. А в этом нет. Потому что мы вот тоже такое слово «должен». Я просто думал, что каждый узнает о своем областью жизни, потому что у нас в жизни тогда чуть-чуть были люди с каждым другом, да? Да, да, да. И ты не знал, как ты в этой ситуации выйти, и находились те люди, которые тебя принимали. В частях фото бывают. Но, мягко говоря, так ворачивай на себя, смотреть в зеркало. Ты думаешь, на ручки какие все ходят, улыбаются. Радуются, радуются видеть. Хотя думаешь, знали бы они хотя бы больше, о чем я думаю, но все это дело. И когда ты понимаешь, что ты пошел в кризис, и тебя приняли, такой, какой ты был, вроде, за себя такой грязный, наверное. Ну, никакой. Да, да, да. Ты потом уже через... Когда ты пошел в кризису, ты видишь в булочек, и тебя настолько... Ты понимаешь, что... Вот он, это я, только вот буквально со всех данных. Ты думаешь, что, господи, если я уже прошел в это, ты... Иди сюда, я взял и скажу. И получается, что ты за счет того, что вот мы проходим определенные испытания в жизни, мы друг другу подаем, ну, мы даем надежду, мы укрепляем веру, и в человеке вот этот, скажем так, вот этот стержень, он выпрямляется, и у человека проявляется, скажем так, желание противостоять, противостоять, противостоять. Он понимает, что, кажется, не он первый в жизни, он точно говорит, что, боже, у меня какие проблемы, какие проблемы. То есть, в деле, вообще, у меня проблемы. Конечно, конечно. Друзья, будем потихонечку уже раз закругляться. Смотрите, один такой момент, 35 стих, что говорит Христос? Какой результат мы получаем от этого? Ну, помимо того, что мы служим друг другу, и мы как семья, мы поддерживаем друг друга, особенно в тяжелые моменты, не только в тяжелые моменты, но в результате самая главная сила, которая происходит, говорит, все узнают, что вы мои ученики. Если будете любить друг друга. Он говорит, друзья, если вы хотите, чтобы люди узнали, что вы мои ученики, что вы христиане, будьте любезны, любите друг друга. Не надо громких людей, не надо плакатов. Знаете, там раскидываются громкие основания. Просто любя друг друга, как дети Божьи, служа друг другу чистым и искренним сердцем, это настолько становится сильным для людей заметным, что им просто... Ну, что у них вообще такого, что вообще у нас нету, да? Ой, я тоже хочу такое. Ну, начинают привлекать просто. То есть человек, особенно, который живет без благодати и Божьей, ведь это человек, который живет где-то внутренне, вот в каких-то болезнях, какой-то темноте. И вот он видит вот этот вот лучик, который Божий, и он начинает его привлекать. Вот, поэтому, друзья, в этом есть очень потрясающий результат. И поэтому будем любить друг друга. Я вообще считаю, что это очень мощный, закладывается фундамент благовестия. Любить друг друга, заботиться друг о друге. И это заповедь Христова. Вот. И вот такой момент. Друзья, смотрите. В самом конце я бы хотел такой задать вопрос. Ну да, это, кстати, вот я такой сделал. Вопрос. А что делать? Любить друг друга жертвенной любовью, да? Любовью, которая, как бы, в этот момент думает не про то, что он не будет с этого, а про то, что будет с вами, например. Насколько сильно? Точно так, как Христос полюбил свою женщину. Вот так вот. То есть, ну хорошо, я готов любить там брата. Ну а как? А вот так, как Христос. Пожалуйста, качество любви, да? И третье. Как будет, какой будет результат? Таким образом, мир знает, что мы ученики Христа. Не по куполам. По каким-то там этим. Нет. Конечно, реклама важна. Важно говорить, что вот мы тут такие, да? На другой стороне, чтобы совпадало то, что мы говорим, да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. А у тебя другой. У тебя другой. А ты такой, да, нет. И ты такой, да, нет. И что, ты что, больно? А ты реально получаешь от этого рано. Да. Что ты можешь в то, что у тебя есть, отправить в голову, за то, что послушай, потому что ты понимаешь, что чьи только увлажнение, чем он в институте. И вообще в картинке мира, она не у вас. Время шиза. Друзья, они сто процентов. И, понимаете, и вообще для людей в мире живущих без Бога, для них очень многие вещи они просто непонятны. Просто они смотрят, думают. Вот у меня был такой случай. Я продавал машину, когда сюда ехал, я мог делиться. Ну, представьте, я продаю машину. Машина стоит 9 тысяч долларов. Парень мне дает деньги. Потом говорит, ой, Сережа, ты же забыл свои деньги. У меня там не только мир еще. Он, кстати, хип-кух, хип-кух, певец. В Украине, в Киеве. Он рэп читает христианский. Я говорю, а, да, точно 9 штук забыл. Конечно, 10 тысяч долларов машины. А потом говорю, слушай, Артем, нет? Да, Артем, скороходов, фамилия. Я говорю, Артем, слушай, мне тут 4 дня надо доехать. Мне в Лондон сейчас ехать с семьей. А у меня вообще колески нет. А мы с женой заберем. Можно я 4 денька на машине еще поеду? Да, вообще без проблем на эти ключи. А он говорит, все, тех паспорт уже на его фамилии. И я, короче, он мне дает машину на 4 дня. Я еще на неделе. Я говорю, я езжу, а потом подвезу. Но мне надо это. И вот, посмотрите, с точки зрения логики. Денег нет. Машины нет. И Сережи нет. То есть, с точки зрения вообще. Мой отчим. Мой отчим, отец мой. Да? Ну, который сейчас вот. Он просто был в недоумении. Ну, у нас у родственников никого нет. Машины нет. Сережа, ты машину продал? Да, конечно продал. Вот она стоит. Он просто это для него было. Причем я Артема, я вот, чтобы вы понимали, в жизни его пора. Потому что он, ну, вдруг мы взросли. Я вам пришел приглашать. Мы его как-то так познакомились. Я ему привожу машину, отдаю, заправиваю. Все. Он еще пригласил, накормил обедом. Да. Ну, вообще, я говорю, ребята. Я вам скажу. Да. 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 Это все очень. Ну, например, допустим, у этого Артема, я не знаю, я вам могу понять, предположим, что он есть семьи. И может у него достаточно финансов. Например, чтобы, как бы не парить, да. Он доверяет, но как бы он не знает, что будет тогда. Да. Он не так переживает, потому что у него есть финансы. Например, есть люди, которые очень все так, очень долго, да, напряженно вести. Так могут поступить. Ну, например, да. Или есть, когда вот я вот это все перечитывал, да. И я просто думаю, ну, я же семьи тоже, да. Например, есть вопросы именно такие, как бы, если мы будем с ребенком или послушать человеком. И ты тут уже должен выбирать. Да, да. Ну, да. И получается, что жертвы у себя. Да, да. Ну, вы не понимаете, что он будет. А если человек говорит, ну, это просто дождь, знаешь, может быть, понимаешь? Да. Всегда мы стоим перед каким-то образом. Да, друзья, абсолютно верно, Алиночка. Это абсолютно права. Было ли для Артема это жертва? Да, это была жертва. Он продал машину. Не-не, ну, я просто говорю, что… То есть для Артема была это жертва, когда он мне эту машину дал? Да, была жертва. Он продал машину, причем на европейских номерах. У него денег, кстати, немного. Он только переехал из Луган, из Луганской области туда-туда. Он просто это сделал для меня, как для Христа. То есть он пошел на жертву. Да, да. Вот у нас, например, работаешь, как растел машину, а дедушка в голову, в которой, например, Рома видел, как он едет на машинах и как он на машина связывает. Я не хочу одолжить машину человеку, который там тоже сам ее следует, например, да? И ты знаешь, как бы это выбрать, да? Но ты знаешь, что же не будет потом как-нибудь. Ты не хочешь такую машину потом собирать, и что? А у тебя больше. Я не чувствую, что это в сердце. Ты чувствуешь, что это вот люди. То есть цель, смотрите, у меня цель была продемонстрировать, что даже сама вот эта заповедь сама по себе для многих людей, она абсурдная вообще. любит людей в мире, которая, знаете, моя хата с краю, я ничего не знаю, как в Украине. Ну, типа, вот моя семья, и все остальное меня не интересует. Семья Божья, видите, тут немножко по-другому. Другие принципы. Поэтому, опять же, то, что Юбочка правильно сказала, если внутри начинается борьба, хотя внутренне ты понимаешь, что да, все-таки надо было его подслужить, да, помолиться, Господи, помоги мне, дай мне понять. Мы всегда можем прийти к Богу и всегда у нее спасение. Что-то пошло не так. Но в этой истории, прежде всего, в этой истории говорится о том, что мы должны любить друг друга, как дети Божьи. В чем самая беда и печалька? Одно дело, когда люди там не знают Бога, но когда дети Божьи, когда верующие люди конфликтуют, это хуже вообще некуда. Это такой, это вообще такой неприятный опыт, как бы. Тут не то, что, ну, они любить должны друг друга, не то, что там. Поэтому вот это то, о чем сейчас идет речь, чтобы, да. Друзья, смотрите, я бы хотел немного еще времени оставить перед нам песенку одну замечательную, вдохновить. Буквально по одному тезису, что я буду делать. По одному тезису, очень коротенькому. Да, ну, как раз вот Виталик и Вирджил, может, они скажут по одному тезису. Тоже как раз, если у них будет желание. И мы стоим замечательную песню в основном Божьем. Прославим Господа. Друзья, по одному тезису, что я буду делать по этой теме? Можно говорить? Конечно. Вирджил, пожалуйста. Я решил любить братьев и сестер в церкви. О! Обращаться с полным уважением. Друзья, комментируйте. Держил, спасибо тебе большое. Спасибо. Очень приятно. Еще, друзья. Да, мы не комментируем, мы просто делимся. Мы никак не комментируем. Отлично. Для того, чтобы объяснить, что это значит, мы теряем на этого лица. Понимаем, что человек не может сделать. Да, мы не можем сделать. Да, мы не можем сделать. Отлично. Большое насчет. Еще, пожалуйста, друзья. Ага. Отлично. Проявляйте любовь на деле. Проявляйте любовь на деле, да? Как вам было в этом ролике небольшом. Еще, может, друзья. Кто-то хотел бы тезисом. Кто-то хотел бы тезисом. Кто-то хотел бы тезисом. Потому что мне хватает. Кто-то хотел бы тезисом. Да? Да. Да. У меня сейчас больше я учусь в любом. И я больше не знаю какие-то. Ага. Отлично. 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 Отлично, конечно. Отлично. Однозначно. Супер. Спасибо большое, Людочка. Для меня очень сильным было в этом тексте напоминание, что весь мир узнает о том, что вы дети Божьи, если будете любить и уметь любить между собой. То есть напоминание о том, что люди за нами наблюдают. Как мы относимся друг к другу. Насколько мы друг друга готовы принимать, любить. И он говорит, а это невозможно будет скрыть. Об этом узнают все. Точно так же, как о плохом. Знаете, о плохом всегда люди готовы узнать все. Причем очень быстро. Но вот это Божья любовь и Ага. Они точно узнают. Она сама по себе не земная. Она Божья. И они ее знают. Это у меня очень сильное напоминание. Пусть Господь мне это дает помнить. И что это тоже ключ к тому, чтобы достигать людей любовью Божией, когда мы любим друг друга. Может еще что-то хотел бы Виталий сказать. И будем сейчас вместе. Божья.